Друзья мои, добрый день! Здесь совсем недавно Иран на нас напал, почти 300 беспилотных аппаратов выпустил. Это включая беспилотники, ракеты. Да, мы при помощи наших союзников отразили. Но как только мы захотели дать ответ, весь мир опять встал на дыбы. И повторяется история, как с Путиным. Не отрогайте Иран, а то будет еще хуже. А еще мы видим здесь, что почему-то весь мир встал на защиту Хамаса. И весь мир не хочет, чтобы мы раздолбили этот Рафех, уничтожили Хамас. Вопрос, а почему? И вот мы уже в который раз убеждаемся, что политика превыше мира. И похоже все уже забыли, с чего все началось. Седьмое октября уже никого не интересует. Куда мы катимся? А катимся мы к апокалипсису. К уничтожению человечества. Еще раз, политика важнее жизни. Вот так мы и живем во всем мире. Ам Исраэль Хай. Мы победим, несмотря ни на что. Несмотря ни на чье давление. Смерть Хамаса. Сейчас был в магазине. Там дурдом просто настоящий. Потому что народ скупает продукты в преддверии предстоящей войны с Ираном. Которая у нас вроде как назначена на завтра. Как в фильме про барона Мюнхгаузен. Но это совсем не факт, что она начнется. Иран не заинтересован в прямом столкновении с нами. Армия действительно готовится. Северный военный округ приведен в состоянии максимальной боеготовности. Отменены увольнительные отпуска. Да, прошел призыв резервистов в части ПВО и противоракетной обороны. Но в целом служба тыла, вот наше командование тылом призывает всех в панику не впадать. Не бежать снимать деньги. Не покупать генераторы. Не покупать топливо. Не закупаться продуктами там на три месяца вперед. Все нормально, все штатно. Выстоим не первый раз. Ну что, доброе утро, дамы и господа. Ситуация в Израиле. У нас все прекрасно. Все уже забыли вообще о том, что в сторону Израиля что-то летело. Все уже занимается своими делами. Город полный людьми. Вот. Но я хочу вам рассказать одну такую штуку, которую большинство из вас не видят. Потому что вы не блогер. Ну, скорее всего, да. И вам не пишут такое огромное количество людей, которые пишут мне. Я вчера выложил ролик, что у нас все прекрасно. Там куда-то попали. Но, короче, не туда, куда вообще целились. В общем, ни о чем, что там все это летело в Израиль. Все позбивали. И вы не представляете, какое количество людей негодуют, потому что мы все сбили. Они пишут мне, как вы посмели все сбить. Мы хотели порадоваться за то, что что-то попадет в Израиль, а нихрена не попало. И они пишут, да будет еще. И вот какая ненависть их переполняет, потому что мы такие молодцы. Ребята, вы просто не представляете. Они в тексте, видно, что человек орал, когда писал этот текст, просто в телефон. Они так надеялись за все эти 6 часов или сколько там эти дроны летят, что что-то попадет в Израиль. Они там всю ночь не спали. А мы взяли, все сбили, и у нас все хорошо. И они сидят просто вот это, знаете, ожидание. Когда что-то не сбылось, не случилось то, чего ты ждал. И они просто, они не знают, что делать. Я уверен, несколько человек ушли вот туда, да, просто потому что сердечный приступ какой-то у них случился. Я не знаю. Израиль, я в тебя верю, ты красавчик. Армия обороны Израиля, я за вас руками и ногами держу за вас кулаки. Все будет хорошо. Ам Исраиль хай. Президент Бразилии заявил, что в секторе газа погибло 12,5 миллиона детей. Что наш министр иностранных дел Израиль Кац ответил, что стоит принять закон, по которому каждый, кто хочет стать президентом, должен уметь считать. Ну а я хочу добавить и сказать. Дорогой Луй, давай снова почитаем и сделаем сравнение. В 2020 году в Бразилии было зарегистрировано 43 тысячи убийств. А это на секундочку 20% убийств всего мира. Когда на данный момент по докладам Бапор, ну а это, как ты знаешь, Луи, не самая достоверная организация, на которую можно ссылаться, но не суть. Зарегистрировано 25 тысяч погибших в Газе. Из них, Луи, 13 тысяч террористов. Итого, Луи, остается 12 тысяч погибших. Не 12 миллион, Луи. И не только детей, а 12 тысяч. Из них половина также поддерживают террористическую организацию Хамас. Так что во время войны, Луи, во время войны погибло в три раза меньше людей в Газе, чем у тебя в Бразилии в обычный год. Так что, Луи, как и Южной Африке, я советую начать тебе заниматься насилием в своей стране, а не в чужой. Ну, это видео, пожалуй, нацелено для тупоголовой узколобой биомасси, которая абсолютно не разбирается ни в геополитике, не пытается проводить какую-то аналитику, какие-то следствия, да, причины и так далее. И начинают умничать после того, как наслушаются своих, блядь, псевдоблогеров, там, Соловьевых и других конспираторов и пропагандистов, которые абсолютно не имеют ничего общего с реальностью. Так вот, сейчас, когда весь мир ожидает отместки Израиля, она будет, и она будет очень даже такой красивой. Все говорят, нахрена это делать, вот Израиль первым начал, ликвидировал генералов в посольстве. Иран якобы ответил, пусть и жидко обосрался, что ни одна ракета, блядь, консервная банка не долетела толком. И типа на этом базар замят. Нихуя, ничего не замято. Иран начал гораздо раньше, убив 7 октября руками Хамаса почти 2000 израильтян, теракт в Дельфинариуме, все теракты, которые происходят на территории Израиля, вооружение Хизбаллы и 24 тысячи, почти 24 тысячи погибших израильтян в войнах и терактах в Израиле лежит, блядь, именно на иранцах. Потому что иранцы главный спонсор, поставщик оружия, моральный, идеологический и религиозный подстрекатель. Поэтому нехуй тут втирать, блядь, что Израиль начал первым. Израиль может быть закончен, но первым он это не начинал. Если мы ликвидируем Хамас, если мы ликвидируем Хизбаллу, ничего не изменится. Завтра придет какой-нибудь Хоя Гене или что-то в этом духе под другим названием, пока иранский режим Айатол продолжает прогрессировать в своей террористической активности на Ближнем Востоке. Теперь те, кто думает, что Израиль бросит и никто не будет воевать с Израилем, это все очередной пиздеж для того, чтобы постараться не вовлечь Израиль в это противостояние. Почему? Потому что Иран не пойдет на Израиль, потому что сыт кипяточком. И все, что он сможет сделать, это ударить по союзникам Соединенных Штатов Америки. Он ударит по базам в Катаре, а так как у них консервные банки абсолютно неточные, естественно, будут жертвы. Ударит по Иордании, ударит по Саудовской Арабии, ударит по Объединенным Арабским Эмиратам и по всем союзникам и прокси США в регионе. Что просто не позволит им стоять в стороне и молчать. Поэтому Иран в данной ситуации обречен в любом случае. Естественно, Байден и все остальные будут сейчас делать все для того, чтобы Израиль не атаковал. А для Израиля это наконец-то окошко. Израиль не идиоты, что вот так вот взяли и ликвидировали этих генералов. Вы думаете, они не могли сделать это раньше или не могли сделать это позже? И вы там и АТОЛ соглядываетесь, агенты МОСАДА повсюду. И в любой момент, когда нам надо будет, чтобы вы сдохли, вы сдохнете. И то, что вы до сих пор живы, это говорит о том, что у нас на это определенные планы. Вот. Это один момент. Что касается того, что сейчас и Байден кричит не надо, и остальные кричит не надо, да? Но если ты адекватный президент, да? Так вот, я вам скажу. Я вообще думаю, что это такой отвлекающий маневр, пока вся эта мировая коалиция делает подготовку для того, чтобы уже раз и навсегда покончить с Ираном. Потому что Байдену не нужен сейчас Иран. Байден должен разгромить Иран для того, чтобы ослабить Россию по отношению к Украине. Это единственный сегодня союзник Российской Федерации, врага Соединенных Штатов Америки на Ближневосточном регионе. По этой причине, ну, никак не может адекватный лидер Соединенных Штатов идти против разгрома вот этой организации. Я более чем уверен, что сейчас проводятся пропагандистские внедрения внутри оппозиции Ирана и так далее. Очень коротки у Ирана руки на сегодня, а для Израиля это хорошая возможность. Открылось окошко, которое может захлопнуться и больше никогда не открыться. Сейчас у нас, после того, как мы получили 7 октября и все остальные варварские вакханалии, мы имеем полное право никого не спрашивать и нанести удар. И если кто-то думает, что у нас в армии обороны Израиля сидят дураки, то вы очень сильно ошибаетесь. И в руководстве у нас сидят далеко не дураки. Может быть, они там спорят друг с другом и так далее, ведут себя абсолютно безрассудным способом. Но когда речь идет об уничтожении нас с вами и их в том числе, поверьте, все будут играть в одном направлении и в одном ключе. По этой причине вот эти вот чувачки, которые кричат, что Израиль начал первым, изучайте, чтобы не выглядеть идиотами. Если вы хотите быть экспертами, ну как минимум хотя бы казаться объективными, изучайте ситуацию в регионе, откатывайтесь в архивы, анализируйте будущее, потому что вы не выглядите экспертами, а вы выглядите просто тупо пердящими идиотами. Что на самом деле, ну досадно и обидно, что у вас есть огромное количество там подписчиков и аудитории. Мне становится страшно за этот мир, который, ну вот, опирается на таких долбоебов. Значит, масса этих долбоебов, она приумножается вот этими миллионными просмотрами и так далее. Мне начинает вот быть жаль вот это вот сумасшедшее общество, которое существует. Мармора и Турция сейчас совершают грандиозную ошибку, по факту ту же ошибку, которую в свое время совершила Российская Федерация. И сейчас вот эта вот Мармора, которая собирается через два дня выплывать в направлении Израиля. И, ребятушки, чтобы вы сейчас понимали, если инородный корабль вплывает в чужие земли, в чужие моря, да, вот в пространство, да, любая страна имеет полное право для того, чтобы к ебаной матери пустить торпеду по этим недоделанным исламистам, для того, чтобы и защищать свое международное, юридическое, блять, и военное право защищать свой суверенитет. Поэтому, господа турки, господин Эрдоган, из-за того, что ему приходится постоянно отвлекать внимание от своей провальной политики, и вот это тупоголовое, зомбированное, блять, общество, которое не хочет развиваться, быть либеральным, идти в ногу со временем, что больше половины иранцев уже хотят, поэтому они рисуют мишени для наших самолетов на правительственных зданиях. А вы, тупорылые идиоты, продолжаете верить в сказки, блять, Соловьева и Скобеевым о том, что, блять, ислам победит. Ислам перебил у вас в Крокусе недавно людей, блять, даже как-то, ну, обидно за ИГИЛ. Они, блять, так старались, убивали, тренировались, ответственность на себя взяли, а вам, блять, украинцы виноваты. Ну, проснитесь уже, вы сами себя закапываете во всем этом геополитическом дерьме. А на Ближнем Востоке есть страна, которая современная, либеральная, справедливая, правильная и имеет огромную военную мощь и потенциал. И не надо нам говорить, что вот там типа из-за того, что Израиль там что-то где-то поддержал Украину, не поддержал. Из-за этого типа Россия поддерживает Иран. Иран, Россия поддерживает все существование государства Израиль, еще вытекающее из СССР в Российскую Федерацию. Поэтому у Израиля есть полное право. И Израиль достаточно еще вот так вот убедительный нейтралитет соблюдал в этом противостоянии. Я думаю, что если, блять, Израиль разозлится, даст пару ерехонов номер три в Украине, блять, и все увидите, как плавно умеет гореть Кремль вместе со своими, блять, всеми там прилагающимися идиотами. По этой причине пусть каждый занимается своими проблемами. Не влезьте в ближневосточный конфликт, пускай здесь сами разбираются те, кто имеют на это право. Вы разбирайтесь там со своими проблемами, с коррупцией, с беднотой, с воровством, блять, с ментами, беспредельщиками. Медицину себе построите, туалеты в домах проведите. Начинайте создавать. Не крушить, рушить, воровать, блять, унижать. Создавайте. Вот как израильтяне создают. Прекрасная страна на ровном месте. И похуй на всех. Никого не завидуем и никого не обвиняем. Живите в свое удовольствие, блять, ресурсов валом. Но нет, блять, ваши политики все пиздят. Олигархи, блять, котам свадьбы устраивают. А вы воевать идете и погибать непонятно за что, блять. А те, кто мне пишут, что якобы такие, как я, убегают, когда кипишь, блять. Я видел снимки с космоса, какая траншея, блять, вас валила половину в Израиль. А мы воюем, воюем. В отличие от цикла, которая поубегала. Тикток запрещает показывать оружие. Но даже сейчас я в любое время готов зарядить свой автомат, одеть в форму, одеться в форму и бежать, погибать за свою страну. Так что не надо мне тыкать, блять, что я тут чуть что сбегу. Никуда я не сбегу. Я люблю страну свою. Если надо, я умру за нее. Ам Исраиль хай. Успех этой операции удивил даже самих израильских военных. В начале марта командир дивизии бригадный генерал Ицик Коэн провел совещание со старшими офицерами своего соединения. Но самое важное произошло в конце встречи. За столом остались только самые старшие командиры. И тогда представители Шабака, службы внутренней безопасности, сообщили им о том, что Хамас заново организовал свой штаб в больнице Шивка. Это было начало операции, которая, по мнению многих, стала одной из самых успешных в истории ЦАГАЛа. Возвращение армии в крупнейшую больницу сектора ГАЗа было связано с высоким риском. Во-первых, с точки зрения международной реакции. С другой стороны, в случае успеха армия могла бы ликвидировать или захватить в плен ключевых руководителей Хамаса и таким образом изменить правила игры в ГАЗе. Сложность была в том, что комплекс больницы состоит из множества корпусов и расположен среди плотной городской застройки. Нужна была высокая точность и полная синхронизация действий всех подразделений. Поэтому план операции был расписан буквально по минутам. Задача, поставленная командиром дивизии, поначалу казалась невыполнимой. Армейским подразделениям нужно было быстро, используя эффект неожиданности, окружить больничный комплекс и перерезать все дороги, ведущие к нему. На армейском полигоне построили макет больницы Шифа. Участники будущей операции начали отрабатывать на нем свои действия. Одновременно с этим армия совершила блестящий, отвлекающий маневр, подробности которого пока сообщить нельзя. В результате Хамас пришел к выводу, что направление удара никак не будет связано с больницей Шифа, и он будет в совсем другом районе. Операция началась очень тихо и скрытно. За километр от больницы солдаты вышли из боевых машин и оставшиеся расстояния преодолели бегом. Представьте себе несколько сотен бойцов, бегущих в темноте. Они неслись, не зная, что их ждет впереди. За 15 минут бойцы бригады «Нахаль», военно-морских командос и спецназ окружили больничный комплекс. Каждое подразделение перекрыло свое направление. Никто не мог ни выйти, ни зайти из зданий больницы. После этого они вошли в больницу. Из приемного покоя и родильного отделения по ним открыли огонь. Снайперы командос прицельным огнем смогли снять нескольких боевиков. Внутри больницы солдаты сталкивались с ними лицом к лицу. Боевики Хамаса обстреливали солдат Саала минометами и противотанковыми гранатометами. Они вели снайперский огонь и закладывали бомбы на пути израильских сил. Обстановка была очень напряженной. Все время в больнице находились тысячи палестинцев, в том числе стариков, женщин и детей. Военнослужащие подразделения военной разведки с помощью мегафлонов призывали их покинуть корпуса и собраться на одном из участков больничного комплекса, где ЦАГАЛ организовал палаты и процедурные. Туда были направлены койки и медикаменты, а также медицинское оборудование, включая аппараты ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Здесь разместили больных. С помощью предоставленного Израилем оборудования персонал больницы продолжал оказывать им медицинскую помощь. Среди захваченных террористов оказались командиры батальонов и рот, а также специалисты в различных областях. Имена нескольких самых высокопоставленных задержанных не сообщают по оперативным соображениям. Боевики тем временем продолжали сопротивляться, пытаясь прикрыться женщинами, детьми, стариками и врачами. «Мы содержали в шифе мужчину, который скрывался за спинами своей жены и четырех дочерей», рассказывает один из руководителей операции. Как только мы услышали детский плач, тут же прекратили огонь и в мегафон по-арабски призвали всех взрослых выйти с поднятыми руками. Непостижимо, как отец семейства может использовать своих детей в качестве живого щита. Иногда мы заботились об их жизнях больше, чем они сами. По свидетельству израильских военных, стреляли в них отовсюду. Один боевик ринулся в сторону солдат с гранатой в руке, чтобы взорваться вместе с ними. Его удалось вовремя нейтрализовать. Даже в больничной прачечной закрепилась группа террористов. Одного из них мы обнаружили в шахте лифта родильного отделения, где он прятался несколько дней. Некоторые прятались даже на лестничных клетках и даже в шкафах. Они скрывались среди больничных коек. Даже кондиционеры использовались под тайники для оружия. Израильские командиры получили четкое указание беречь своих солдат и по возможности захватить как можно больше террористов живыми. Они нужны были для того, чтобы получить от них информацию о судьбе заложников и дальнейших планах Хамаса. Некоторые задержанные террористы рассказывали о своем участии в нападении на Израиль 7 октября. Один из них рассказывал, как он похищал солдат, другой, как он их убивал. Это были очень тяжелые минуты. Никто не предполагал, что в шлесе будет арестовано столько боевиков, включая высокопоставленных командиров. Террористы не верили, что армия вернется туда. Они считали больницу надежным укрытием. Потери в больнице Шифа повергли Хамас в шок. Операция была сложной, но чрезвычайно успешной. Вышли с Хан Юнуса. Техника отдыхает. И мы все идем отдыхать. Было нелегко. Все бронировано. Несмотря на то, Идем отдыхать, все уже пошли спать. Мы сделали временную столовую, добрые люди каждый день привозят еду. Ну, кроме всего, еду здесь достаточно всегда, все, что хочешь. Все, что хочешь, и холодильник как всегда забит. СТЕКИ Короче, все в шоколаде. Особенно, что касается еды. Сэндвичи какие-то такие. И ты. Так что все супер. Жаловаться грех. Воды сколько хочешь, поставляй. Всем мира и добра. Полгода войны в цифрах. 7 октября в шаббат праздника Симха Тора ровно полгода назад в Израиле началась война. В 6 утра террористы Хамас прорвали забор безопасности и вторглись в Израиль по земле, по воздуху и с моря. Жуткая резня произошла здесь, рядом с Кибуцем Риим, где был организован фестиваль нова. Здесь погибли 364 человека. Всего в результате нападения погибло более 1200 израильтян. Многие из них были убиты самым жестоким способом. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести. 253 человека были пленены, более 130 до сих пор находятся в плену. С начала войны погибло 604 солдата. С территории Газа было запущено 9100 ракет и продолжают запускать новые. С территории Ливана на севере более 3100 ракет пересекли границу Израиля. Армия Израиля атаковала более 30 тысяч объектов террора. Уничтожено более 12 тысяч террористов, в том числе многие организаторы нападения 7 октября. За всю историю наблюдения Центра стратегических исследований, этот теракт признан третьим по числу жертв в мире. Пусть будет благословена память жертв теракта и павших героев Цаальда. Да будет отомщена их кровь, а именно злодеев да будут стерты. Ам Исраиль Хай. Прежде всего это была история любви, красивая история любви. Девушки и парня, которые должны были пожениться. Изабелла пишет из Мигуниц, пишет, что стреляют. Обрати внимание, какие пули. Везде, во всех пустах стояли террористы. Ботинок — это самое целое, что осталось от него. А что ты, кибельгам, кайдул барегель, вереси Симбаппе? Просто прийти и убивать его просто потому, что он не умеет. Меня зовут Сергей, и я папа Изабелла. Которая погибла вот здесь 7 октября 2023 года. Прежде всего это была история любви, красивая история любви. Девушки и парня, которые должны были пожениться 26 октября 2023 года. Ровно за неделю до событий 7 октября мы всей семьей уже отметили эту свадьбу, подарив молодым людям церемонию бракосочетания на острове Мальдивы. Это было очень красиво. Изабелла была самая красивая, самая счастливая невеста из всех, которые я когда-либо видела. Мы были вместе буквально до 4 октября. А вот 4 октября мы вернулись. Зачем мы вернулись? Мы сегодня не понимаем. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything. It's what you mean to enjoy. It's fun to stay at the YMCA. 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 It's fun to stay at YMCA. It's fun to stay at YMCA. It's fun to stay at YMCA. Субтитры сделал DimaTorzok לא חשבתי שהוא יצא בחיים היום הזאת לא הייתי בשוק ממש כשהתיישבתי לידו בסורוקה ראיתי אותו ואומר לי אבא עזוב את זה אני חי אני נס אתה לא יודע מה עברתי היום הייתי צריך ללמות עשר פעמים היום הוא באמת לא יודעת לזה פעמים באותו יום כל פעם הגיע לסיטואציה מבצעית חדשה והוא בשום שלב לא עוצר הוא בשום שלב לא אומר טוב די הוא ממשיך וממשיך וממשיך עד שהגוף שלו לא מאפשר לו להמשיך אלם 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 אני לא ידעתי שזה משהו עבר תשע נשמות טועף לאן הוא הלך לאן היה לו ללכת היינו מוקפים 360 לאן הוא הגיע אז הנה אתה פה הנה אני פה תפתור לי את השאלות כן יש תמיד את המחשבה של אולי הייתי צריך לעשות ככה ואולי הייתי צריך לעשות משהו אחר כאילו זה מסע כבד באותו היום מידו סומך רק בן 19 הוצב יחד עם חבריו לפלוגה לשמור על כל קו הרצועה הצפוני מזיקים, מוסתרות ועד נחל עוז ובערי אני רואה בעצם חדירה של מחבלים על אופנועים על רגלית אני רואה כמות מחבלים חודרת פשוט הולכת פרצה בגדר בעצם שם ילך עםיו וכל הצוות מתפקד בצורה הכי טובה שאפשר פשוט מתקלתי עם מחבלים זה דבר כאילו הכי מטורף שיכול לקרות לא חשבתי באמת שדבר כזה יקרה שאני אתעכל בכמות כזאת של מחבלים פתאום אני רואה מחבל שאוצר את אופנוע שלו הוא עצם עומד בצורה כזאת מכוון RPG ואני מבין שהוא הולך לראות אלינו אני נרחק של? 40 מטר, 50 מטר אני מבין שאנחנו צריכים לדרוס אותו גם שיים מבין את זה כמה לדרוס ולא לראות בו? הוא היה מטווח קרוב ולהתחיל עכשיו לכוון עליו מאג או משהו כזה זה כאילו הוא רואה לי שזה דורס אותו הוא כאילו אין איפה לטעות פה לא רואה את זה אני שואל אותו שי דרסי אותו? הוא אומר לי, כן, כל כבוד בצנאון, חבל הראשון שהרגתי ולא האחרון היה עוד כמה עכשיו זה רק הוא הוא נועג בטנק לגמרי לבד וגם מצליח תוך כדי להעביר למשנה דיאגו מפקד כוח גולני בגזרה את הדיווח הזה אין מעני רשת הקשר סועמת בזמן הזה מחבלים כבר כובשים את מוצב גולני הסמוך וטנקים אחרים נפגעים אבל עידו סומך לא מוותר הוא מתפרץ שוב לרשת הקשר נסמוך מפה שלי הוא בעצם מפקד גזרה באותו שלב המפה יצא שבת הוא בעצמו היה עשוק בתקלויות משלהם פחות היה לו זמן לעזור לי באמת הוא אמר לי שהרפוש האתר החלטתי לא לעשות את זה אני בטוח את הטנק בטפה זה לבד אין לי מי שזה עליי לחלוטין וואו 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 בועטת וואו פסטיבל מטורף של חול אנשים יפים אנרגיה מטורפת היה שם פסיכית אתם יכולים להסביר לדוד קשיש מה כל כך מרגש בדבר הזה? אתה בא למקום אתה רוקד איך שבא לך אתה עושה מה שבא לך אתה מתלבש איך שבא לך אף אחד לא שופט אותך אף אחד לא שופט אותך אני אמורית נעלה אני נכנס לבוץ זה נתחיל צוח כאילו תשחררת כל מה שיש לי על הלב זה בסטלה טבעית טבעית סטלה טבעית לא צריך כלום צריך מוזיקה ואת הטבע התריד אתכם המיקום של המסיבה? כלומר זה שזה ליד הגבול? אני אישית לא הייתי כל כך מודעת לזה שאנחנו ליד עזב שזה מה חשבתי? לא חשבתי לא חשבתי כאילו שמעתי רעשי רקע שמעתי לאנשים שאומרים שוואלה עזב היה תחושה של אתה יודע זה קרוב לגבול אבל גם הייתי שם כבר מסיבות בכיסופים הייתי ממנה מסיבות שם כאילו אתם בורעים לכם שם איזה מין ארץ הפלאות אתה עשה מה שבאלך תהיה ושאתה רוצה וארץ הפלאות אתה מבין? תהלוג ואז מתוך הארץ הפלאות הזאת קורה אולי הדבר הכי נורא שיכול להיות נורא ומוזר גם לא מה שבאנו לא היה אני אישית לא הבנתי היה טילים ארבע אלפי שדלוקים טיבול האנשים מוזיקה באמצע פסטיבל בזריחה איך רגע לחשוב גם באיזה מצב אנשים נמצאים עכשיו סבבה? תסביר למי שלא כל כך מבין שזריחה זה הרגע הכי מתורף בזה קודם כל זה נגמר הלילה זה רגע עשי זה רגע עשי מעכשיו האור עולה ואיך שזה קורה טאק הטילים ומהר מאוד פשוט הכל קורה בשניות אני מתפצל לפני אמא שלי עם אבא שלי יותר נכון? После ночи бисна я проснулась и что я увидела. Мы все еще здесь, но, к сожалению, и Иран тоже. Но вот у меня другой вопрос. Что это было? Ради этих фейерверков я не спала всю ночь. 185 беспилотников, 110 ракет «Земля-Земля» и 36 крылатых ракет, которые также взрывались и над Аляксой. То есть вчера шансов умереть было больше у мусульман, которые радовались, что Иран на нас напал, чем у нашего народа Израиля. В любом случае Иран так запугивает нас на протяжении двух недель и в конце концов пустить дроны, которые летят несколько часов и которые даже не успели проникнуть на территорию Израиля. Ах, Иран, Иран. Это называется плохая военная тактика. Ну или сокрушительный провал. А вот чем я горжусь, так это нашими ВВС, которые не только смогли отстоять атаку, но и показать всему миру, насколько мы сильные. Ам, Исраэль, хай. Вчера журналист, пропутинский журналист Соловьев, этот Соловьиный помет, он находился на границе Израиля с Сирией и снимал там репортаж. После того, как сделал интервью с президентом Асадом в Сирии, Асад же ближайший друг России, так вот на границе Израиля размещаются военный контингент России. И если раньше мы знали, что стоят военные части в Сирии российские, стояли вагнеровцы в Сирии, наемники тоже, и в свое время был инцидент, когда разбомбили аэропорт и погибли люди какое-то время назад. А теперь полностью буферной зоной военный контингент России размещается по всей границе Сирии и Израиля. А также, ну, Соловьев снимал репортаж, сказал то, что российские самолеты летают и собирают разведывательную информацию для Сирии против Израиля. Опять-таки, еще полторы недели назад мы обсуждали, появился, я всегда говорю, смотрите мелкими буковками, смотрите в одно предложение новости. И прошла такая небольшая заметка о том, что Россия, Иран и Иран, Россия, Иран и Сирия создают коалицию для передачи и сбора разведданных против Израиля. Так вот, это видно последствия, уже мы видим, как это происходит в действии, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, как развиваются динамичные события. 7 октября огромная атака на Израиль, куча погибших. Все страны на нас ополчились, включая Иорданию, Евгипет, там идут беспорядки, еле все сдерживается. Наши войска долго не заходят в газу, и все кажется очень печально. Прошло полгода, сектор газа мы почти взяли, есть внутренние проблемы с американскими выборами, они хотят спокойствия, ну и Рафех, господа антисемитники, мы тоже возьмем. И вот сейчас нападение Ирана. Кто не понял и не знает, вот это принцесса Иордания. Эта принцесса, когда была атака, поднялась на самолет, потому что она боевой летчик, сбила несколько дронов. И большинство ракет были сбиты на подлете к Израилю. Нам открыли свои воздушные пространства и Саудовская Аравия, и Иордания, и Египет, и всячески пытались нам помочь. Потому что если бы они не хотели, они бы не помогали. И тем самым показывают миру, мы выберем евреев, но ни в коем случае не шиитов. Это кто не понял. Даже на лохов рассчитан, вот этот надутый конфликт между арабами, мусульманами, и вообще исламским миром, и евреями. Кто не в курсе, 2 миллиона арабов живут в Израиле. И мы живем относительно мирно. Если где-то есть конфликт, у них внутренние конфликты. Они на постоянной основе в Израиле, арабы Израиля, убивают друг друга. Но это уже совсем другая история. Израиль располагает одну из лучших в мире систем противовоздушной обороны. В ночь на воскресенье Иран атаковал еврейское государство сотнями беспилотников и ракет. Но израильские власти сообщили лишь о незначительном ущербе. Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эй Аль Замир провел встречу с несколькими должностными лицами, связанными с ракетными вооружениями. Они обсуждали комплексы из семейства Хец, в переводе это «стрела», включая самые новые из них – Хец-3. Этот ракетный комплекс предназначен для перехвата ракет на расстоянии до 3000 км и на высоте до 1000 км, а также для перехвата баллистических целей в атмосфере. Эти системы были успешно протестированы во время нынешней войны, во время которой они сбивали ракеты Хуситов. Впервые в истории был осуществлен перехват в космосе. В ночь на 14 апреля они успешно сбивали иранские баллистические ракеты. Теперь Минобороны Израиля сообщает, что в свете увеличивающихся угроз планируется ускорить программу развертывания комплексов Хец. Все мы знаем, что у большинства народов есть свое одно национальное государство. Ну, в редких случаях их два, на примере там Северной и Южной Кореи. У казахов Казахстан, у немцев Германия, у японцев Япония, ну логично, да? А вот у арабов почему-то их целых 22. И все они на сегодняшний день входят в лигу арабских стран. Каждый житель этих стран в большинстве является арабами. Да, они могут делиться на племена, такие как Шамар, Банур, но суть это не меняет. Они идентифицируют себя как арабы и общий язык у них тоже арабский. Также общая культура, одежда и религия. И вот мне интересно, весь мир хочет, чтобы у арабов появилась новая 23 страна. И для этого необходимо уничтожить одну еврейскую страну. Ведь палестинцы, они ведь тоже арабы, которые пришли на эти территории во время халифатского завоевания. И многие живут там до сегодняшнего дня и хотят построить еще одну новую арабскую страну. Я к тому, что насколько это справедливо и правильно. Если кто-то не понял, то объясню на примере армян. На сегодняшний день армяне живут по всему миру. Внутри страны их меньше, чем за ее пределами. Они ведь теперь не создали и не требуют новые государства там, где они сейчас живут. Мы знаем только одну армянскую страну, это Армения. А во всех остальных случаях они являются гражданами той страны, в которой живут и родились. Без претензий на государственность. Думаю, так и должно быть. А вот почему такие привилегии даны арабам? Вот это вот странно. Получается, арабы разбросаны по всем этим землям. Теперь они должны создать свое новое государство там, где они сейчас находятся. Чисто из-за того, что они там живут уже несколькими поколениями. Или я что-то не понимаю. Ведь казахи тоже есть и в Китае, и в России. И теперь же мы же не требуем, чтобы кто-то создал еще одну страну для казахов. У казахов одна страна, у русских одна страна, у немцев одна страна, у японцев одна страна, а у арабов их целых 22. И хотят еще одну, 23-ю страну. Если мы будем получать государственность лишь потому, что мы там живем, пускай даже несколькими поколениями, то на земле будет уже 10 русских, 5 казахских, 20 китайских и там 3-4 японских стран. И будут нескончаемые войны, так как они все будут думать, что они имеют право на собственную государственность. Не легче ли ли жить и быть гражданином той страны, где ты родился и вырос, тем более если эта страна развитая и богатая? Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь и напишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо, всем пока. Мы присоединились к группе родителей, чьи дети пострадали 7 октября, чьи были убиты. Есть те, чьи дети еще не найдены. Их, например, порядка 10-12 человек их даже не идентифицировали на сегодняшний момент. А есть те родители, которым принесли стакан с пеплом, а в нем всего лишь два зуба. Говорят, это ваш сын, можете похоронить. А есть мать. Мы участвуем во всяких мероприятиях, посвященных Дню памяти 7 октября. Ходим в КНЕС на памятные шествия. И вот есть одна мать. Она до сих пор у меня в глазах стоит. Она до сих пор не знает, что именно произошло с ее сыном, потому что нет никакого свидетеля, кто был с ним в этот день, с кем он спасался. Ей просто принесли его останки, какие-то кости. И она приходит ко всем на всех этих мероприятиях с фотографией и говорит, может, вы что-то знаете про него? Может, видели, может, кто-то вам рассказал? И это бесконечное горе. Этот день у нас теперь каждый день 7 октября. Слушайте, я, конечно, за демократию и свободу слова, но только мне кажется, что это полная пидоростия. В тот момент, когда мы все ожидаем вообще разворота событий на севере, в тот момент, когда мы все подозреваем, что вот-вот начнется прямое столкновение с Ираном, когда весь Израиль замер для того, чтобы понять, что происходит в Газе, когда все ожидают возврата заложников или тел, которые там находят, какие-то недоделки собираются тысячами, десятками тысяч, для того, чтобы требовать перевыборов, для того, чтобы потребовать отставки правительства и для того, чтобы останавливать боевые действия, которые, в принципе, на сегодняшний день должны обеспечить нашей стране как минимум от 5 до 10 лет тишины. Только мне кажется, что это ненормально. Только мне кажется, что это люди, которые являются врагами изнутри. И я не против ни левых, ни правых. Мне не мешают эти люди. У каждого свое мнение. У меня есть определенные рамки приличия. И в данной ситуации, во время войны, я как человек, который не любит Беньямина Нитаниэлла, он мне не нравится, я его не выбирал. Но в данной ситуации, я считаю, что я его должен поддержать на 250% до момента окончания войны. Привет, мои дорогие. Не пижамная рубрика, но я вам просто хочу рассказать историю, которая произошла сейчас со мной в Твиттере. К сожалению, я не могу вам показать скрины, я их не успела сделать. Меня забанили. Ну, в общем, я сцепилась с одним припалестинцем под постом. Он писал комментарий, что типа, геноцид, геноцид палестинского народа. Я ему говорю, чувак, говорю, откуда ты знаешь, что здесь сейчас делается геноцид палестинского народа? Я говорю, ты что тут находишься? Говорю, у тебя какие-то доказательства. Говорю, у геноцида есть определенные, определения геноцида. Он мне пишет, я, говорит, не понаслышке знаю, что такое геноцид. Я сам палестинец. И геноцид палестинского народа начался намного раньше, чем 7 октября. Я ему говорю, типа, тебя геноцидили? Говорю, что с тобой делали? Говорю, тебя там пытались убить, говорю, убивали, говорю, кастрировали. Говорю, как ты себе это представляешь? Он говорит, нет. Я, говорит, сам родился в Канаде. Но мои родители их насильно выгнали из дома. Им пришлось уехать в Канаду. Поэтому выселение насильное из дома, это от геноцида. Я говорю, подожди, говорю, ну что, они типа сидели дома, никого не трогали. Тут вдруг ни с того, ни с сего. Заваливаются к ним солдаты с автоматами и пинками их под зад, без вещей, прямо до самой границы. А дальше им пришлось там пешком или на попутках до Канады ехать. Он мне, нет, говорит, ну просто создали такие невыносимые условия жизни, работы нету, денег нету, никакого светлого будущего не было. А им хотелось хоть что-то дать своим детям. Я говорю, подожди, говорю, в каком году они уехали? Говорю, с какого города? Он мне, говорит, мы, говорит, из Ромалы. И уехали они в 97-м году. Я говорю, чувак, говорю, город Ромала, 97-й год, были под палестинской администрацией, палестинская автономия, партия Фатх, ясера-нафат. Говорю, при чем здесь Израиль? На что он мне пишет? Это, говорит, вы, говорит, нам навязали, говорит, вот этих вот коррупционеров, говорит, это вы, говорит, создали эту палестинскую администрацию, которая лишила нас светлого будущего. Мухаммад, ты можешь объяснить нашим телезрителям, как из раза в раз, цахал вас нагибает, и имеет во все дыры? К сожалению, это так. Надо признать, что и в этот раз нас трахнули по полной. На это есть несколько причин. Во-первых, мы выкопали неглубокие тоннели, и бомбы сионистов их пробивают. Просто решили сэкономить, чтобы были деньги на пиво. Во-вторых, хитрые евреи применили секретное оружие. Они подходят к тоннелю, и на полную громкость включают песни фалюли. Наши воины, Аллаха не выдерживают, и начинают танцевать. При этом открывая свои позиции. Так мы потеряли 2000 боевиков. Есть еще проблемы с логистикой, когда у тебя в роте 25 мухаммедов, и 30 махмудов, и все с одной фамилией Мажнун, очень тяжело отдавать приказы. И последнее самое главное. Надо признать, что пока евреи придумывали железный купол, антибиотики, и в угол мы изготовили хумуса-давилку. Да простит меня Аллах, у нас нет шансов против них. Я также не мог не заметить, как много лицемерия происходит, что в арабском мире, что со стороны людей, которые выходят с плакатами «Фри Палестин», «От реки до моря» и так далее, все переживают за палестинцев. Окей, понятно, но почему никто не говорит, что вот прямо сейчас, когда я записываю это видео, «Два миллиона афганских жителей депортируют из Пакистана». Пакистан сказал, мы их просто депортируем. Два миллиона афганских жителей. Это даже не беженцы, это люди, которые там живут десятилетиями. Все, никто не выходит митинговать против Пакистана. Почему? Да, пакистанские власти буквально бульдозерами сносят афганские дома. Выгоняют семьи с детьми, которые жили там поколениями. Два миллиона. Вдумайтесь в эту цифру. Идем дальше. Сегодня почти миллион мусульман Рахинджа были изгнаны из своих домов в Мьянме. Военная хунта, которая пришла к власти в Мьянме, устраивает буквально военное преследование за мусульманами. И нет, я не жду, чтобы розоволосые девочки, сидящие в Старбаксе в Лондоне, резко начали поддерживать Рахинджа. Они даже не знают об этом, потому что СМИ об этом им не рассказали. Где осуждение от всех этих арабских государств? Почему они все молчат? Мы можем лишь догадываться, сколько именно сотен тысяч мусульман-уйгуров находятся сейчас в концлагерях Китая. Просто потому, что они мусульмане. Как много мы видели от всех этих людей с плакатами «Фри Палестин», от всех этих арабских государств, которые обвиняли Израиль, хоть какую-то ноту протеста в сторону Китая? Нисколько. Знаете, что общего между всеми этими примерами? Там не было евреев. Привет, меня зовут Эзра Мор, а это Иран, который полторы недели назад заявил, что в течение 48 часов Израиль будет стерт с лица земли. Скажем прямо, пунктуальность не их сильная сторона. Однако после такого воинственного заявления иранских лидеров, израильская армия, разумеется, была приведена в повышенную готовность. А следом за ней в повышенную готовность был приведен и американский флот, базирующийся в Персидском заливе. Наши друзья из Азербайджана тоже немного напряглись, ведь помимо Израиля угрозы поступали и в их адрес. Последним штрихом стало заявление президента США о том, что Иран может атаковать Израиль в ближайшее время, и что он, президент США, настоятельно не рекомендует этого делать, потому что ответ может оказаться, мягко говоря, несоразмерным. Если же говорить предметно, то ракетный удар по Израилю Иран может нанести, например, баллистическими ракетами, которым до нас лететь полчаса. Либо крылатыми ракетами, которые потратят на этот путь уже полтора часа. Как вариант, иранцы обещали натравить на нас своих дронов, которым, чтобы преодолеть расстояние до Израиля, потребуется уже два с половиной часа. Таким образом, если Иран все же рискнет связаться с Израилем, среднестатистический еврей успеет сбегать в магазин за бутылочкой вина, вернуться и, сидя в бомбоубежище, начать смотреть заранее скачанный сериал. Надеюсь, теперь понятно, почему в Израиле никто особо по этому поводу не паникует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok